Привет, ребята! И сегодня у нас в гостях Лиза. Лиз, привет! Привет! Лиза живет здесь в Испании, и сегодня мы ей познаем вопросы, как вообще здесь живут девушки. Правильно, Лиз? Ну да. Лиз, ну, первую очередь, Лиз, скажи вообще, как получилось так, что в Испанию переехала? Мы сначала жили в России, потом как-то вы искали, где остановиться. Нам очень понравилась Испания, мои родители, им понравилась очень гордая бар. Он спокойный, здесь море, здесь парк есть, прям рай. Лиза, скажи, ты сейчас в школе, да? Да, я в школе. Какой класс? Четвертый. Скажи, как вообще школа проходит? Как вот учебный день, где хотя бы один день? Ну, да, где-то учебный день 5 часов. Да, сначала было до полпятого, а потом почему-то сделали до двух. Потом ты остаешься в столовой и до всяких там дополнительных занятий, типа там театра, всякие поделочки, ну, типа такого. Продвенка, типа продвенка, да? Ну, да, только не совсем. Там не учишь всякие там математику, там, нет, там именно всякие развлекатели больше. А что там? Ну, театр там всякий. Вот мы сейчас сегодня ставили пьесу, вот как раз мы готовились долго. Вот, и вот сегодня ее как раз сделали. Вот в Испанию приходит, есть Дед Порос, который приходит 25-го, а есть еще три короля, которые, типа, пришли к Иисусу Христосу. Вот, и вот празднует третьего шествия, здесь конфетки разбрасывают, а шестого там приносят подарки. И одна писательница придумала, если бы проходили не три короля, а их жены. И вот мы ставили на пьесу, на ее сказку. Ну, да. Вообще, вы на базу здания какие-то делаете или нет? Ну, нам дают, например, в классе, там, мы пишем, 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 и вдруг, все, следующий урок, и то, что мы не доделали, мы берем с собой и домой. То есть у нас так уроков обычно нету, ну, иногда бывает, но редко, очень редко. И это обычно, наверное, праздники всякие там дают, вот как сейчас, на время каникул наших, как раз сегодня последний день был, там дали там три фичерс, это типа таких, на листе, то есть запечатано. Вот там три по математике, три по испанскому, классическому, который именно Костояна, который базовый язык здесь, как в России, и русский, и вот здесь Костояна. Так, Свет, как сейчас испанским? Ты уже вышла? Да, я хорошо говорю. Который год у вас здесь? Три или четыре года. Который год, да? Три или четыре, по-моему, где-то так. И как вообще ты разговариваешь? Да, я хорошо достаточно говорю. Испанский? Да, я хорошо говорю. Хорошо, скажи что-нибудь. Оля, какого стас? Ого, стас? Привет, как дела? Дестабиент. Правильно? Нет. Эстабиент. Эстабиент. А, пардон, я еще учу испанский. Да. А вообще, как у тебя обучение испанское было? Ты быстро вошла? Ну, я начала его учить, когда я маленькая совсем была, так что у меня проблем особо не было. Я ходила, там, учила его вот здесь в школе. Я ходила в школу специальную, там, вот здесь вот около. Ну, и еще я в школе, плюс у меня, я быстро подхватила, то есть. Быстро выучила испанский, да? Да, ну, где-то за год. А, сейчас со всеми разговариваешь, да? Да, я уже спокойно могу говорить. И я очень редко какие-то слова не знаю, если это какие-то замудренные испанские слова, которые такие, особо не используются в речи, которые не базовые. Такие, иногда бывает, что я таких не знаю. Ты лучше знаешь родителей? Ну, моя мама хорошо знает испанский. Папа так нормально, но с акцентом говорит. С акцентом? Да. А вообще подружки есть в испанке? Испанке, у нас такая проблема в школе. У нас половина класс, у нас класс половина и четверть, не испанцы. А иностранцы, у нас очень много иностранцев в школе. А кто еще? Русские, смесь русских с белорусами, с украинцами, литовцы. Гекров у нас мало. Ну, да, арабы. Арабы? Да, у нас есть, то англичане есть, то еще разные люди есть. А кто-то с тобой дружим, с кем общаешься? К смеси разных, там, то есть Перу есть. В Перу? Да, есть один мальчик, который наполовину русский, ну, он говорит по-русски, по-испански по-английски, у него папа итальянец, то он с ним по-английски говорит. А, вот так. Да. Ты знаешь, это испанский? Ну, да, да, да. Да, у него вот так. Да, я его тогда поправляю, там, если он что-то по-русски скажет, там, тяп-ляп, говорю. Это не так, это вот так. О, ты так, да, так. А, бывает это за русский? Нет, вот так, то так, то так, то так. Получается, он до английского, до русского, до испанского уже, что, то одно путает, то другое, говорю. Не так, не по-русски, вот так вот надо говорить, а не так. Ну, вот там, так, мало особо путает. Ну, я, вывод, мой лучший друг, вот он. Ну, я в школе друзей-спанцев особо нету. Ты еще не общаешься? Нет, я как-то не общаюсь с ними. У меня есть там, друзья, друг, наполовину шотландец, наполовину испанец. Вот я с ним общаюсь. Да, Люка, Андрей, вот эти два мальчика. Еще раз с девочками я особо не общаюсь, я не знаю, почему, но как-то они, не знаю, какие-то темы. Ну, они как-то, не знаю, они больше говоривают как-то между собой, они больше, у них какие-то интересы свои. И мне, я, как бы, они обычно играют там с кем-то, с кем-то, с кем-то, обычно кого-то там за кем-то следят, еще что-нибудь, но мне это не нравится. Я люблю больше как-то открыто играть, как бы, с друзьями своими, а не вот так, у них свои интересы, у меня свои. А, вот так. А какие еще у них интересы, скажите, вот, как у тебя? Ну, они... Какие отношения для России? Ну, мы очень часто все вместе играем в догонялки, в Торито и Альто, это когда ты должен... Ты не можешь касаться... Ты... Если на полу, то тебя могут поймать. А если ты, например, на скамейке сидишь и не трогаешь пол, или ты там где-то стоишь на какой-нибудь барлюшечке, то тебя не могут поймать. А если ты стоишь на полу, то тебя ловят, и ты дальше так ловишь. А, вот это такая самая популярная игра? Нет, самая популярная, просто одна из игр, в которых мы играем. Ну, много игр, в которых мы играем. Еще типа девочки против мальчиков, но... Я в это не люблю играть, это как-то странно, по-моему. Много игр всяких. А ты что, вот здесь, там, в трех классах? Да, я с начальной... Нет, в России я не ходила в школу, я родилась в России, но уже здесь пришла в школу. А, вы здесь, да? Да, то есть я в России в садик не ходила. Я здесь, там есть у нас инфантиль, это как садик, там, три класса, и дальше уже школа первый, класс второй, трех. И это все вместе. И это до шестого, а потом ты дальше переходишь в институт, ну, и это уже седьмой, да, до двенадцатого, по-моему. Сейчас такое стало, да, уже? Ну, да, да, почему-то разделенно стало так. Это в России такой ходил нулевой класс, да? Да. Нулевой класс считается, да? Ну, да, как бы, нулевые классы такие, подготовители, там, там, один плюс один, два плюс два, ну, такие базы. Да, там простые. Ну, да. Ну, вот, отличие, например, там, вот, то, что в России было, там, нулевой классы, здесь, когда там первый класс, какой-то отличие есть от того? Не знаю, просто мы не пишем прописи, то есть, если цикаля-баляк пишет, то твоя проблема, а потом у нас вот новая учительница, она более строгая, вот она там просто говорит, я знаю, что вы умеете красиво писать, просто не торопитесь, и у вас выйдет красиво, красивое описание. Ну, да, то есть, она говорит, что мы не торопились, потому что важно красиво писать и без ошибок, чем ты раньше закончишь, тем ты позже, какая разница? Главное, что ты как бы все правильно сделал, и у тебя меньше ошибок, ты красиво написал, а кто-то, например, закончил, уже все у него в ошибках, все у него на каля-баля написано. Есть люди, которые умеют красиво писать, кто умеет быстро и красиво, кто умеет без ошибок, это часто без такие, то есть, редко ошибки. Ну, я учусь где-то на десятке, ну, здесь десятимбальная система, я учусь на девятке, десятке и редко в восьмерке очень редко. Ну, в Испании девять и десять, это отличница, да, да, то есть, я приблизительно отличница, я очень редко получаю в восьмерке, то есть, очень редко пробую, я во всем, если считать, две по-английскому, что хорошо считается. Это до тавли, есть суспенция, это с четырех вниз, пять это до тавли, это до тавли, потом идет, а про вану, это пять, шесть и семь, нет, пять, шесть, потом до тавли семь, семь и восемь, и соврисолеты девять и десять. Считается такое ограничение? Да, да, как бы, да, ну так, да, между, это, а если ты получил четыре и вниз, то ты, если это в годовую попал, то ты остаешься на второй год. А здесь вставляешь пиашки? Да, здесь вставляешь. Кто вставал с утром? Да, но из нашего класса нет, к нам приходили на второй год. А, это тоже в спаршке класс? Да, да, да. Это был испанский? Нет, два негритенка, один вальчик, он просто из-за того, что не знал хорошо испанский, поэтому его на второй год оставили, он хорошо. Он хорошо учится просто, он испанский, ну да, так, то есть из-за языка он все хорошо, в принципе, делает. И еще одна девочка, она рубынка. А, рубынка. Да. Я достаточно хорошо учусь, по-моему. А, ну да, это девять-десять, давай тут, наверное, учится. Ну да, ты очень редко в восьмерке, у меня четыре во всем, во всем у меня четыре всего. Я музыку стала достаточно подтягивать, то есть раньше я, как-то, ну, мне было не очень все равно, а сейчас я уже стал подтягивать как-то. Я решила, типа, музыка это не музыка, все равно это, как бы, плохие оценки, получать по ней нельзя. Там еще у нас есть групповые занятия. Получается, что если кто-то это плохо сделал, то все, как бы, получают эту оценку. Если, например, какие-то групповые занятия, типа, если какой-то танец, например, под ритм, там, ритм ставят, и тут зависит от определенного движения. И вот это тоже в оценку такие, тоже такое ходит. Как вот у тебя на твоей школе офисе, вот в Испании, как ты, или, или телефон учится, или сложно? Да, я все очень быстро на лету схватываю. Серьезно? Да, да, то есть у меня в школе, я не знаю почему, но все, типа, говорят, типа, Лиза уже, Лиза 100% хорошую оценку получит. Да, да, то есть у меня все на лету уже схватывается, я не говорю, что, типа, я так и умна, это нету просто. Мне это говорят, я не говорю, что это плохо. А вообще, ребята, друзья, списывают меня контрольные? Нет. Какие-то такое? Тут не дают списывать никому? Нет. Ой, тогда, только очень редко. Это и то один раз было, когда один мальчик, мой друг, и то я ему один раз дала списать одно слово. Одно слово? Да, которое он не сдал. Там пару слов я ему дала списать, и все, но вот так я не даю никому списывать. А ты за что вы стоите ставят? За какой-то там... За контрольные. А, за контрольные, да? За контрольные и за то, как ты себя ведешь. То есть, если ты на контроле, если ты на уроках вообще себя плохо ведешь, не делаешь домашку, то тебе могут снизить оценку. Если ты все хорошо делаешь, тебе ее не снижают, и все, то есть, тебе ее не повыше, просто не снижут, и все. А, вот так? Ну да, то есть, по контролю и по поведению. А домашки не сдали? Ну, я же говорила, нет, только то, что ты не делал. А, и все, ну, а так вообще не сдают. Только на каникулы. Я еще до конкурсов, я на сейской школе учился, ну, домашки не сдавали. Ну, понятно. У нас нет такого, да? А какие предметы вообще основные? Математика. У нас еще смешное самое. У нас базовый, у нас два класса. Костояна и Валенсиана. И у нас вместе с классом Валенсиана и Костояна отличие один предмет. То есть, у нас все на Валенсиана, кроме математики, а у них все на Валенсиана и математика тоже. Ну, и, конечно же, сам Костояна. Только я не понимаю, почему, потому что, например, на Костояна мы не знаем. Да, социалис, там, натуралис, математика, там. Это языки разные. Костояна и Валенсиана, да? Да, да. Это языки... Ну, каталонский и Валенсиана, это почти одно и то же. Ну, так, там пару слов еще. Каталонский и Валенсиана практически одно и то же пару слов. Да, они очень похожи на французский. А, это вадицианский, да? Да, он очень похож на французский. А, вообще, какие языки ты знаешь? Я знаю русский, ну, понятное дело, я сейчас говорю, испанский и Валенсиана. И я сейчас учу английский. И вот нормально для людей уже там на русском, на испанском говоришь, так все. Да, да, да. Не сложно? Да, нет, нет. Я не сложно, я предновидение, социализ, я не знаю, как это по-русски. Потому что по-русски-то... Социализ? Да, социализ. У нас еще математика, Костояна, Валенсиана, музыка, физкультура. Что, значит, есть валорис. Есть или религия, а есть валорис. Религии есть. Религии, ты можешь выбирать, если идти на валорис или на религию. Я хожу на валорис. Ну, мы там фильмы смотрим разные, мультики раскрашиваем там. Мы еще часто про эмоции всякие, почему-то делаем, не знаю, но мы как-то там рассказываем про то, что как фильм был. И мы еще делали книжку эмоций, типа, там есть такая эмоция, какие эмоции есть. Вот, то есть там религия уже про религиозные свои штучки там дать. А на религию вообще что там доходите? Ты была ли на религию? Нет, я на религию не хожу, я хожу на валорис. А, вот так вот все. А какие еще примеры такие вот обязательные? Физкультура есть? Да, да, я. Что там на ней? Потягивайтесь? Нет. Ребята? Ну, мы бегаем, всякие игры играем. А, вот из культуры, да, все? Ну, да, мы играем, там, догонял, типа, я не знаю, я не помню, как это по-русски. Ну, типа, догонял их только, например, два человека ловят, ты должен добежать, еще два человека выбирают, ты бежишь, если тебя поймали, то ты с ними ловишь. Еще два человека выбирают, если тебя не поймали, бежишь до определенного места, так вот. И потом, когда уже много людей, когда остается там пять-шесть человек, уже все бегут, то есть уже не выбирают по парам, уже все бегут, потому что мало людей и бессмысленно. А, вот так, да? Ну, да. А вообще, какие-то, 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 что ты ходишь? Уже я там ходил в школу? Хожу на музыку, а ты отдельно уже. Отдельно. Так, еще я на половине хожу, вот здесь как раз комплекс есть. Да, и я хожу на поделки. Вот, да, здесь русской девушкой одной, Марией, вот я с ней хожу, всякие поделки делаю. У тебя вообще нравится здесь, в Испании? Да. Хотя ты на России много помнишь, или что-то в поле в России? Нет, почему? Потому что я туда езжу иногда с родителями. Как тебе, различия есть на какой-то взял? Не знаю, но в Испании просто более тепло. Тепло, да. Ну да, здесь у меня друзья, как бы, в России у меня тоже друзья есть. Общаешься с кем-то у меня было? Нет, потому что я приезжаю, и один в том конце, другой в том, другой в том. Один в городе, другом той, 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 той. Один в дом конце Москвы, другой в другом. То есть уже... Ну, по WhatsApp я общаюсь там. Я была в Германии, я была в Польше, я была в Астрии, я была в Италии, в Египте, в... В Таиланде, нет, я в Таиланде не была, я была в Швейцарии, я была в Бельгии. А здесь в Испании где еще было? Много где. А вчера, я говорю, я была маленькая, два годика мне было, там мне купили все игрушки. И я этого не помню, но мне папа рассказывал. И я говорила, песок крупный, как гречка. Я говорю, Лиз, поигравь в песочек. Фу, грязь, не буду. Я думала, это грязь, это песок такой крупный, просто как гречка. Я думаю, что за грязь такая, я в этом играть не буду. Я хотела быть биотехнологом, биотехнологом. Биотехнологом? Да. Ты же сейчас так вот раздравишься, да? А почему же ты в биотехнологии? Не знаю, у меня, наверное, сестра на это пошла, и мне как-то понравилось почему-то там бактерии изучать, проверять всякие. И мне еще нравится, я вот стою между этим и между тем, чтобы быть либо этим, либо певицей. Певицей? Да, но, по-моему, проще просто быть биотехнологом и просто снимать, когда я уже выйду, что на YouTube. Потому что это бы намного проще, да, как бы на клипы, там еще что-нибудь, ролики так, потому что, как бы, и на певицу надо долго учиться. И, да, если я пойду до певицы, я уже не смогу до биотехнолога пойти, потому что будет очень сложно идти сразу до одно и до другое. То есть, ну да, поэтому я вот так вот думаю. А ты сейчас поешь уже, да? Нет, я хожу до Сан-Феджи и в ожидальной очереди на гитару. Там список есть и индивидуальные занятия. Да, вот здесь. Мы пели про оленя, у которого был красный нос и про какого-то этого сейчас, как это по-русски, я такой зверюк. Типа лошади только, а, ослик, вот. А как на испанский ослик? Ээээ, сейчас, буррито. Буррито? Бурро, бурро. Буррито это ослик. На этим оленям все смеялись, типа у него красный нос и вот. Я это наизусть выучила и про это оленя, и про вот этого ослика, который шел на сушу. А у тебя канал свой есть на YouTube? Нет. Нет, теперь ты будешь на канал заводить? Ну, да, я хочу, но как-то, когда уже чуть-чуть повзрослее буду. А, повзрослее лучше, да? Ну, да. Лис, ну скажешь нашим подписчикам пожелания на ребят, если встать, не поедешь, что ты пожелала? Хорошо провести время. Не грустили, ни за чем. То есть, всегда были позитивные. Все, Лис, спасибо тебе большое. Все, ребята, все, спасибо, Лис, счастливо. Все, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok